Всем привет! Черная пятница! У нас оказывается не только в пятницу, но и вообще идет несколько дней. И на сайте ШИИМ продолжаются скидки. И плюс еще к этим скидкам действует мой купон, номер которого указан под этим видео. Пользуйтесь, он будет работать в определенные даты. И только в эти даты вы сможете получить дополнительную скидку. Ну, а я вам показываю сейчас в рамках Киберпонедельника вещи, которые полностью были проспонсированы компанией ШИИН. Они мне их прислали на обзор для того, чтобы я примерила на себя, показала вам детали, нюансы, размеры. Поэтому продолжайте смотреть это видео. И сейчас первое, что я вам покажу, это спортивные леггинсы. Мы их заказывали для дочери, но они ей не подошли. Они ей большие, то есть они большимерят. И я сейчас отойду подальше, покажу, как они выглядят, и покажу нюансы. И обязательно всем расскажу замеры. Итак, это черные спортивные леггинсы со вставками из розовой ткани. И на мне размер С. Он даже мне слегка великоват. Я 44 размера, дочь 42 размера. Они на ней прям висят. Но, по-моему, там даже не было размера меньше, чтобы выбрать меньше. Но вот имейте в виду, что размер С спокойно подойдет на 46. На 44. Они прям тоже большимерят. Хочется, чтобы они были более обтягивающими. Но, на самом деле, по квартире ходить очень удобно, приятно. Они мягкие, не колятся и нигде не жмут. То есть, это как раз мой вариант, когда я люблю носить дома плюс один размер. Ну, а по длине, смотрите, вот это тоже такой нюанс. Да, у них очень завышенная талия. И они, на самом деле, недостаточно плотные, чтобы подобрать живот. Но, в какой-то степени, все равно они это сделают. И сзади у них вот такая розовая вставка из ткани. И по бокам тоже. Ну, вот сейчас я специально не стала переодевать белье. Если вам видно, то оно просвечивает. То есть, его видно. И, конечно, сюда нужно надевать что-то телесного цвета. Ну, и, наверное, бесшовное, потому что все-таки это все здесь заметно. Ну, и замеры. Длина 96. Дочь тут еще где-то обхват груди намерила. Видимо, вот эту часть она имела в виду. 30. Нет, вообще, талия 34. Это в сжатом состоянии резинки. Так она еще, конечно, тянется. И вообще, в принципе, брюки эластичные. И по бедрам 39. Сейчас на мне рубашка и брюки. Рубашка размера S. И именно вот так она надета на девушке на сайте SHEIN. Честно, рубашка для меня оказалась не очень. Просто потому что я не разглядела изначально в карточке товара вот эту вот фактуру ткани. Мне она не нравится. Она дешевит рубашку. Если бы она была просто белая гладкая, она была бы намного лучше. Хотя, я не было бы цены. А так она очень большого размера. Я думаю, что и на 48 подойдет. Достаточно широкий рукав. И очень длинный рукав. Он длинный даже мне с моими длинными руками. И я вообще в ней смотрюсь как в мешке. Ну, вот это размер S. Давайте я ее выправлю полностью, чтобы вы понимали, какой здесь объем. И еще на мне брюки. Брюки я сейчас вам покажу отдельно с футболкой, потому что эта рубашка перекрывает абсолютно все, что мне нужно вам показать в брюках. Так, рубашка длина вещи 67 см, рукав 50 см, плечо 24 см, оно спущенное. По груди 56 см, по талии 54 см, по бедрам 55 см. Ну, и немножко, совсем едва-едва ткань потягивается. Обычные пуговицы. Ну, и, собственно говоря, даже если ее погладить, она все равно будет огромной. Однозначно кому-то идет на подарки. Мне пришлось надеть майку, чтобы показать вам брюки. Еще и подвернуть ее, чтобы было все, чтобы товар показать лицом. Это такие брюки, которые тоже похожи на леггинсы, они в размере S, никаких карманов, ничего у них нет, молнии тоже нет, расходиться нечему. Есть резинка в поясе и вот такие вот декоративные две ленты, которые мы уже сами продели вот в эти кольца, и они завязываются, ну, как угодно. Ну, особо здесь не разбежишься, здесь между кольцами, ну, буквально сантиметров 15, и вот на этих 15 см вы можете либо сбоку завязать, либо спереди на банк. В общем, тут особо не разбежишься, да, уже совсем сбоку не завяжешь. Ну, вот таким образом они смотрятся. Дочь у меня забраковала, я сначала ей хотела их отдать, она сказала, нет, мне не нравятся, они реально ей большие. А мне на 44 размер, единственное, что когда я их надеваю, вот здесь чуть-чуть застревают, но когда я их надеваю на талию, все, здесь уже ничего не жмет, и здесь есть даже свободное место, и прекрасно они сидят. Давайте покажу сзади. И они слегка запороченные, то есть немножко они до косточки на ноге. Длина у них 99 см, талия 34 см и по бедрам 41 см. Дрюки классные, я их только что вытащила вот из такого состояния, из коробки, и они абсолютно не требуют глажки, и к ним ничего не прилипает. Дрюки однозначно рекомендую, они классно сидят внизу, давайте я еще чуть-чуть подогну камеру, чтобы вы посмотрели, как они смотрятся внизу. То есть они здесь не сильно расширенные, но и не зауженные вообще полностью в обтяжку. Мне не нравится, потому что тогда как-то обувь не так хорошо смотрится, когда совсем-совсем они зауженные. Ну и, конечно, нога проходит хуже, а здесь в этом плане все в порядке. В общем, брюки, брюки одобрямся и однозначно рекомендуюсь. А вот, кстати, с кофтой, которую в прошлом видео все немножко поругались, сказали, да как можно ее носить вообще. Вот, пожалуйста, смотрите, с этими брюками она не смотрится совершенно короткой, она не открывает живот. Я могу даже подвигаться, и ничего не открывается за счет того, что талия завышена. И так все вместе смотрится очень даже неплохо, но даже закрывает вот эти украшения, которые хотелось бы оставить на виду. В общем, это прекрасный вариант, я с удовольствием буду в этом ходить. Теперь демонстрирую вам платье, в котором и в пир, и в мир. То есть, вот эта нарядная часть с палетками, она делает вещь нарядной, но не настолько нарядной, что потом нельзя было бы ее куда-то надеть. Ну, например, просто пошли с подругами в кофейню попить кофе, скушать кусочек тортика. Очень даже подойдет эта вещь, она легкая, она ни к чему не обязывающая, но и в то же самое время, если такой-нибудь браслетик, серьги надеть, то все из нее можно сделать нарядную. Встать еще, если на шпильку, надеть наши колготки с люрексом или со швом, то будет, ну, просто замечательно. Сразу скажу параметры этого платья. Так, подождите, почему-то написано, что это кофта, я поэтому не могла сразу найти. Длина 82 сантиметра, длина рукава, она посчитала вместе с плечом 67, по груди 58, талия, видимо, чуть приталенная, 52 и по бедрам 56. Я отойду подальше и вместе с вами посмотрим. Вот так выглядит, у меня не доходит до колена сантиметров 10, мой рост 165 и на мне сейчас размер, по-моему, S. Я все в этот раз, по-моему, заказывала S. И да, это размер S. Очень приятная ткань, мягкая, несмотря на то, что, конечно же, это синтетика. И посмотрим по Ирлуку, это у нас 100% полиэстер и спандекс 5%. Рукав очень сильно спущенный, до самого локтя здесь такая, получается, летучая мышь. У рукав узенький, но он не ограничивает руку, он нигде не зажимает ее. И ткань эластичная, то есть подойдет, мне кажется, и на 46 размер, просто будет более обтянутым. Посмотрите, сколько здесь места. Ну и из самого такого, я бы сказала, небольшого брака в этом платье, это то, что белая часть пришита не очень аккуратно и к низу начинает тянуть. Вот это вот, как вам это показать? Она начинает, вот, посмотрите, видите, вот здесь неправильно скроено сшито. И вот такой нюанс у этого платья я заметила. Я сфотографировалась в нем, и на фотографиях, конечно, это не так все видно, но в жизни, смотрите, можете, конечно, такую же вещь получить, а может быть, попадется качественная, тут вот как повезет. Так что предупредила вас, имейте в виду. Сейчас на мне офисное платье, хотя в офисе я уже не работаю, но решила заказать, потому что такое платье мне показалось вот хоть куда, честно. И даже можно и на праздник на какой-то сходить, и не на праздник, и просто пройтись по улице. Вот так выглядит это платье издалека. Широкая юбка, платье с запахом, двубордная. Здесь есть дублирующая пуговица для того, чтобы не разъезжались половинки спереди. Рукав три четверти. Я обожаю такую длину. Это платье реально смотрелось бы хуже, если бы у него был закороченный рукав или длинный. А так у него все абсолютно гармонично. Не распахивается полочка. То есть это тоже большой плюс. Вот честно, я когда заказывала его в сером цвете, то есть мне там казалось, что мы в серо-бежевом, что когда же я его буду носить? Сейчас, когда я в нем стою, когда я вообще его увидела, я поняла, что у меня очень много поводов, куда такое платье надеть. Несмотря на то, что у него широкая юбка. Давайте я отойду и даже покружусь. Вот такой ширины юбка сзади. 44 размер, ой, 44, на мне Эско помогал мне сайт выбирать размер. Там есть помощник с размером. Вводишь свои данные и нажимаешь подобрать размер. И он тебе говорит, что мы бы вам порекомендовали вот с таким-то процентом, допустим, там 85%, вам подойдет размер С. Только ты остался там 15, вам подойдет М. Вот я, конечно, в этот раз понадеялась, потому что с платьями очень тяжело угодить. Если футболка придет чуть больше, чуть меньше, это не беда. С платьем уже, конечно, на переделку. Ну вот тут попали абсолютно 100% в размер. И мне очень, вот просто безумно нравится это платье. Да, я хотела вам показать. Для перфекционистов, вот посмотрите, да, нитка здесь одна торчит. Ее спокойно обрезаешь, она здесь закреплена. Ну вот при производстве не учли это, не отрезали, но я отрежу. Ну и для пояса здесь есть шлевки. Они практически незаметны из плетенных ниточек. Ну и давайте посмотрим параметры этого платья. Платье в клетку длина 102, длина рукава 41, плечо 13, по груди 43, талия 35, бедра 50. Уж как она 50 намерила, не знаю. Она, эта дочь у меня, делала замеры. Посмотрите здесь по бедрам сколько угодно может быть. Очень широкая юбка, ну как-то она намерила, не знаю. Давайте еще раз посмотрим. Я, честно, я себе нравлюсь в этом платье, однозначно буду носить. Ну и финальный выход. Пальто и вязаное платье. Пальто какого-то, знаете, горчичного, даже не горчичного, а больше, я бы сказала, знаете, как этот цвет назвала? Верблюжий, да? Верблюжий шерсти, но немножко вскрасна. Мне кажется, камера сейчас передает очень даже неплохо его цвет. Он реально такой. Сейчас я настрою вам на дальние расстояния и отойду. Без пуговиц совершенно пальто. Закрывает колено. Очень удачная длина. Никаких пуговиц, заклепок здесь нет. Держится только вот на этом пояске. Два глубочайших просто кармана, огромных кармана, которые просто идут от шва и практически до середины полочки. Ну и вот так оно смотрится. Давайте я его застегну, завяжу и покажусь вам со спины. Тоже размер S параметра я вам сейчас озвучу. Видно? Видно. Подкладка есть. Давайте я сниму, покажу поближе. Подкладка в тон не страшная. Вам будет не стыдно раздеться. Я набрала размер у меня M. Можно было и S взять, но там какой-то был у меня такой результат по подбору размера, что я решила все-таки взять побольше. Предыдущее пальто такое легкое, очень серое я брала, и оно оказалось настолько мало мне, что вниз практически ничего не надеть. Поэтому я взяла на размер побольше, ну а на самом деле можно было бы взять и поменьше. То есть мне кажется S смотрелось бы более аккуратно, более приталенно. Ну а что теперь делать? И по цвету. Только такого цвета есть это пальто. Ну и что вам еще интересно? Как внутри сшито? Внутри сшито очень даже неплохо. Внизу все подшито, зашито. В общем, ну нормальное, просто отличное пальто. Если вас устраивает цвет, другого нет, то можно заказывать. 105 у него длина. Длина рукава 60. Это размер M, напоминаю, размер M. Получается 46 на наш, видимо. Плечо 12. Объем груди по груди 46. Это все полуобхваты. Талия 45. Бедра 49. Ну и осталось на мне вязаное платье с кружевом. И сразу давайте по нему скажу параметры. 69 длина до кружева и 6 сантиметров кружева. Итого целиком платье получается 75. Рука в 63. Плечо не замерено, потому что она замеряла от плеча. И поэтому мне рукава коротковаты. Размеры S у меня. В груди 47, талия 46, бедра 51. И манжет 8 сантиметров. Вот эту часть тоже замерила. Конечно, надо было мне это платье в размере M. Вот мы сейчас с вами оценим и посмотрим. Хотя оно вроде бы сидит по фигуре, но вот этот закороченный рукав, который едва-едва прикрывает косточку, мне, конечно, коротковат. Но я напомню моим зрителям, может, кто-то меня первый раз сейчас смотрит. У меня немножко шире плечи, чем стандартные. И очень часто из-за этого рукав уходит на плечо и закорачивается вот в этом месте. Потому что вся длина ушла именно на плечо. Возможно, вам будет и лучше. Но на мне это смотрится вот так. Вот по низу идет такое же кружево, как на горловине. Оно очень мягкое. Мягкое и слегка тянущееся, не жесткое. То есть оно не колет нигде. Не хочется почесаться, не хочется его убрать, поправить. Но уже, вы знаете, я в этом платье снимала обзор. И мнения разные. Кто-то хочет такое платье. Кто-то сказал, это кружево смотрится отвратительно. Посмотрите, насколько меняется вещь, когда я убираю это кружево. Мне кажется, что это просто становится обычная серая кофта. И я, честно говоря, клюнула как раз именно на то, как это все выглядит вместе. Мне нравится. Мне нравится, что есть это и внизу. Потому что, если бы это только было вверху, это было бы совсем не то. Вы, конечно же, можете это все отпороть. Это все просто пришито. Но тогда получится вот такое серое безликое платье. Вот так это будет смотреться. Ну и вся изюминка пропадает. Я это платье заказала. Вообще серые же вещи я не очень люблю. Но у меня лежат цветные колготки Faberlic, которых у меня просто все оттенки практически есть. И мне их нужно с чем-то носить. И такое платье просто идеально. С любым абсолютно цветом колготок я и с серым надевала, и с красным. И на фотографии ВКонтакте можете посмотреть, как они красиво смотрятся с красными колготками. Но у нас сейчас уже красных нет, есть бордовые. В общем, девчонки, оно универсальное. Такое платье есть еще и в коричневом цвете. Оно тоже на фотографиях выглядит горчичным, приближенным к цвету этого пальто, которое только что было. Но я выбрала пока серый. Если мне еще предложат сотрудничество, я хочу еще и коричневый цвет попробовать. Хотя с коричневым, конечно, уже не так много можно будет надеть колготок. Ну и, в общем, я еще подумаю, нужно мне или нет. Ну а так, мне это все вместе нравится, именно с кружевым. И я вам рекомендую. Очень мягкое платье. С моей чувствительной кожей нет никаких проблем в ношении. Я уже носила это 100% акрил. Уже много раз в нем ходила с разными колготками и осталась очень довольна. Ну все, показала вам все вещи. Девчонки, все ссылки на вещи под видео. Промо-код обязательно используйте. Это даст вам дополнительную скидку, несмотря на то, что на сайте и так распродажа. И Киберпонедельник, я честно не знаю, чем он отличается от Черной Пятницы. Ну, напридумывали, да, каких-то точек, отсчет для акций. Ну и слава богу, пускай дают низкие цены, мы сделаем их еще ниже благодаря нашим промо-кодам. Поэтому пользуйтесь, надеюсь, что была вам полезна. Ну и до новых встреч, увидимся на моем канале. С вами была Марина Соловьева, всем пока!